Ребят, всем привет! Меня зовут Катя Строганова, я преподаватель химии в онлайн-школе 100-бальный репетитор, и сегодня я хочу с вами поговорить на одну такую очень чепетильную тему, а почему лично вы не станете высокобальником ЕГЭ по химии 2023 года. Напомню вам, что ЕГЭ — это не поле чудес, не угадайка, это не битва экстрасенсов, и задания составлены таким образом, что ответ, правильный ответ, вы можете получить только с помощью рассуждений, с помощью знаний по химии, вы не можете его угадать, это невозможно, потому что ЕГЭ составляется именно таким образом. Поэтому имейте в виду, что да, высокобальником стать не так просто, и вот я сейчас хочу проговорить какие-то типичнейшие ошибки, и вот почему вы не станете, но возможно вы исправите эти ошибки и в итоге все-таки станете. Напомню, что в ЕГЭ по химии есть такая небольшая особенность, что баллы до 80 набираются довольно-таки тяжело, а высокобальником считаются те ребята, которые сдали ЕГЭ на 80 плюс баллов. Соответственно, получается, что вот эти вот баллы от нуля до 80 набираются крайне тяжело, потому что рост не такой большой, один балл первичный дает не так много вторичных баллов, поэтому вы прям вот с максимальным трудом набираете эти 80 плюс баллов, а потом после 80 баллов набираются намного быстрее. И, соответственно, если вы решаете вторую часть, то получить 80, 85 и даже 90 плюс баллов намного более вероятно, чем если вы не решаете вторую часть вот вообще от силы никак. И, ребят, конечно же, поскольку ЕГЭ это не угадайка, вы не сможете стать этим высокобальником, вы не сможете наработать 80 баллов, если вы не знаете хорошо химию как предмет, если у вас разрозненные знания, если отсюда кусочек, отсюда кусочек, если вы учите химию не прям вот так вот целенаправленно, последовательно, а просто запоминаете какие-то схемы, таблицы, больших баллов вам, к сожалению, не видать, потому что, опять же, это заложено в решение заданий, что вы должны понимать, что откуда берется. Задания очень часто бывают на прям знания и на подумать. Это, ну, не просто какие-то схемки, которые не связаны, допустим, с настоящей химией, а прям действительно нужно рассуждать. Поэтому если вдруг у вас какие-то такие неуверенные знания конкретно в предмете, это может быть первой причиной. А вторая причина – это то, что вы можете решать задания, вот просто какие-то задания, там, например, после параграфа в учебнике, допустим, даже какие-то, как бы, ЕГЭшные задания, но которые уже не актуальны и не похожи на задания настоящего ЕГЭ. В общем, вы решаете неактуальную практику. Это еще может послужить одной причиной маленьких баллов, конкретно на настоящем уже экзамене, потому что все равно вы должны вот в течение всего этого учебного года были привыкнуть к настоящим заданиям, чтобы вы понимали, что откуда берется. Следующее – это то, что вы не знаете, чего от вас хотят в том или ином номере, и вы вот не понимаете, за что хвататься, когда вы читаете задания из КИМ и ЕГЭ. Вы должны быть настроены, нацелены, натренированы конкретно на формулировки от составителей и настоящего ЕГЭ. Не вот абы какие, да, а вот прям вот то, что вас потенциально будет ждать на экзамене. Следующее – это то, что вам на настоящем экзамене может в итоге не хватить времени, чтобы приступить, например, ко второй части. И это тоже может послужить причиной, почему вы не станете в итоге высокобальником. Нельзя КИМ решать очень долго, потому что, конечно, когда вы увидите КИМ на настоящем ЕГЭ, это будет что-то новенькое. Во-первых, вы сами по себе будете стрессовать. Во-вторых, это в любом случае будут, конечно, задания похожие на старые, но они будут новые. В особенности вторая часть, она меняется каждый год. И чтобы вам хватило в итоге времени на разбор каких-то новых заданий, на решение новых заданий, вы должны решать как можно быстрее какие-то старые задания, какие-то уже известные формулировки. Поэтому если у вас сейчас такая проблема, что вы крайне долго решаете КИМ, то, ребят, наверное, на экзамене вы будете его решать примерно так же, если на данный момент ничего не изменится. Имейте в виду, что экзамен у вас три с половиной часа, и, соответственно, было бы здорово, если бы КИМ вы решали примерно за час с небольшим. Это нормально. Если будете решать меньше, это еще лучше. Соответственно, за это время вы решаете как первую, так и вторую часть, а за оставшееся время вы дорешиваете эти задания, которые у вас не получились, и думаете, потому что, чтобы подумать, конечно же, нужно время. А на экзамене оно будет лететь вот просто как, просто со скоростью света будет лететь. Поэтому нужно крайне быстро решать, чтобы потом был запас времени, чтобы себя перепроверить, решить то, что не получилось решить с первого раза, еще раз перепроверить и не еще раз перепроверить, и в итоге уже переписать окончательные ответы в бланки и сдать экзамен. Ну что, вот наши киты, на которых держится неудача на экзамене, что в итоге вы не станете высокобальником. Это плохие, неуверенные знания разрозненные. И по факту, когда вы не уверены в своих знаниях, вы как бы не уверены в себе. И вот имейте в виду, что на экзамене очень большая такая вот часть, она зависит еще от вашего эмоционального состояния. Что если вы сильно переживаете, если вы просто трясетесь, как осиновый лист, то, возможно, на экзамене это тоже все сыграет с вами злую шутку, потому что мозги просто отключатся. И чтобы быть максимально уверенным в себе, надо быть уверенным в своих знаниях. Каких-то вот хотя бы базовых. Допустим, вы не будете там решать, опять же, 34-ю задачу и какие-то другие сложные задания. Но какие-то базовые знания, и чтобы вы могли в какой-то непонятной ситуации сориентироваться, чтобы они были хорошие, вы были в себе уверены. Затем прорешать все то, что было на ЕГЭ в прошлых лет, и решать какую-то актуальную практику. Соответственно, это тоже будет придавать вам уверенности в себе. Следующее, это понимать, чего от вас хотят на заданиях, и это тоже уверенность в себе. Ну и последнее, это решать как можно быстрее вообще прийти вот на экзамен, открыть аудиторию с, ну, чуть ли не ноги, это я условно говорю, но что вот прям действительно быть уверенным в себе и прям получить ким и сразу все решить. Вот когда вот все это у вас будет, вот тогда будет шанс того, что вы станете высокобальником. Я в этом уверена. Ребят, ну а если вы хотите подтянуть свою теорию, если вы хотите подтянуть свою практику, если вы хотите понимать, чего от вас хотят в каких-то заданиях, чтобы вы понимали алгоритм решения заданий, чтобы тренировали в том числе скорость при решении пробников, я вас приглашаю на шестидневный марафон Корида, который стартует у нас в ближайшее время, 25 марта, и вы в течение 60 дней, каждый день, кроме воскресенья, будете получать домашнее задание формата и уровня сложности ЕГЭ с пояснениями, с какими-то видеорешебниками, чтобы действительно послушать, как решается то или иное задание. Корида состоит из двух частей. Это первая часть и вторая часть. Вы можете принять участие только в первой части, можете принять только во второй части, а можете принять участие во всех частях сразу. И вот таким вот образом, каждый день работы по чуть-чуть, вы в итоге просто прокачаете так свои баллы, что вот никто так не прокачает, как вы. Соответственно, каждая дневная работа, она, конечно же, более эффективная, чем работать помного, но один день. А так вы решаете до 30 заданий тестовой части, до 10-15 заданий второй части. И, конечно же, каждодневная практика, считайте, вы по факту каждый день решаете пробники. Оно очень сильно в итоге повлияет на вашу уверенность в себе, потому что вы действительно придете на экзамен, увидите или что-то похожее, или в точности такое же, или даже если что-то будет, ну, прям супер новое, я уверена, что вы сможете порассуждать и правильно ответить на все новые какие-то формулировки, на все новые задания. Соответственно, карида, она направлена не только на то, чтобы как-то систематизировать свою практику, свои вообще знания, свою подготовку. Она также еще нацелена на то, чтобы заставить себя учиться, потому что, конечно, до экзамена у нас осталось, ну, чуть больше, чем два месяца, и за такое короткое время, ну, проблема себя заставить, потому что паника возникает. За что хвататься, что брать, что решать, непонятно. А так вы приходите, садитесь, у вас все есть, и практика, и теория, просто делайте то, что мы даем, и то, что мы говорим. И также карида, она вас заставляет работать с помощью системы жизни, не пугайтесь этого слова, это просто очень хорошая мотивация, ну, действительно работать, что вы не просто приходите такие, ну, так, ну, вроде вот карида, вроде марафон, вроде бы я вот начал заниматься, а вы как бы начали, так можете и забросить. А система жизни не дает этого забросить, и в итоге вы доходите до конца. Соответственно, вы получаете пять жизней в месяц, и если вы не сдаете домашки в сроке дедлайнов, а поскольку домашки выходят каждый день, они маленькие, но каждодневные, то дедлайны — это сутки. Если вы за сутки не делаете пять домашек в месяц, то, соответственно, вы вылетаете с марафона. И чтобы этого не произошло, конечно же, максимальная мотивация заниматься каждый день. Ребят, я уверяю, что те ребят, которые пройдут в итоге марафон до конца, они почувствуют результат и почувствуют, как он повлиял на их баллы. Приходите проверять свои силы, приходите заниматься. Жду вас на уроках. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok